Сотни рыб были найдены мертвыми в реке Реут, неподалеку от села Казанеш, Тетелинежского района. По данным инспекции по охране окружающей среды, которая заслужила нескольких свидетелей, виновата гидроэлектростанция в селе Пеструень, которая перекрыла воду. Комплексом управляет компания бизнесмена Руслана Берлинского. Ранее пресса писала, что ГЭС была вновь открыта с нарушениями. Из-за этой же гидроэлектростанции в данном районе произошла подобная экологическая катастрофа. И тогда было начато разбирательство, но дело до конца так и не довели. Воды нет. Вся экосистема, фауна из реки вот-вот исчезнут. Смотрите, тут мертвые ракушки, мертвые рыбы. Люди пришли с ведрами, сетями и просто голыми руками ловят рыбу, которая еще жива. Посмотрите, сколько погибшей рыбы. В просьбе открыть люк на Брынзенском водохранилище мне отказали. Это было видеообращение мэра коммуны Негурень к руководству страны. В тот же день, 6 июля, инспекция по охране окружающей среды зафиксировала жалобу по этому поводу. Одно из управлений структуры приняло решение проверить реку Реут на участке между селом Пеструень и ниже по течению до села Казанешть, который находится в Теленешском районе. В итоге инспекторы нашли более 800 погибших рыб, подавляющее большинство из которых серебряные караси. Был составлен акт расследования на месте. По данным природоохранного учреждения, причиненный ущерб составляет около 1 миллиона леев. В ходе следствия были заслушаны несколько свидетелей, которые заявили, что рыба погибла из-за преднамеренного перекрытия потока воды из реки Реут руководителями ГЭС в селе Пеструень. Выводы направлены в Генеральную прокуратуру, которая должна установить виновных. Экологическая и следственная пресса пишет об этой гидроэлектростанции еще с 2017 года. Тогда, после полувекового перерыва, механизмы были вновь запущены в работу. Журналисты и активисты-экологи утверждали, что деятельность ГЭС незаконна и опасна как для реки, так и для населенных пунктов в этом районе. Гидроэлектростанцией управляет бизнесмен Руслан Берлинский, один из соратников бывшего депутата Демпартии Владимира Андронаки. Вот что обнаружили журналисты Кутияня ГРПЛУС год назад, когда писали материал на эту тему. ГЭС на реке Реут проектировалась на руинах бывшего гидротехнического сооружения, заброшенного в советское время. В 2015 году мэрия Брензининой, получившая право собственности на здание, сдала его в аренду на 25 лет. Компания «Эксперт-Лаб» принадлежит Руслану Берлинскому, ежегодно выплачивает арендную плату в размере 37 тысяч леев. В итоге Берлинский зарегистрировал СРЛ «Гидроэлектрика» для управления гидроэлектростанцией. В прессе писали, что в 2017 году за проектом стоит Владимир Андронаки, а Берлинский – лишь доверенное лицо бывшего депутата Демпартии. Оба отрицали данный факт. Такая же экологическая катастрофа произошла в этом же районе из-за застоя воды. «Погибли сотни рыб». И тогда было начато уголовное дело, но тоже без окончательного решения. Мы позвонили Берлинскому, чтобы узнать его мнение по этому поводу, но на наши телефонные звонки и смски он так и не ответил.